Сегодня в администрации Сургута прошло внеочередное заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В нем приняли участие чиновники, сотрудники полиции, общественные деятели и депутаты. Вадим Шувалов, открывая совещание, выразил свои соболезнования семье погибшего мальчика. Собравшиеся обсудили произошедшую ситуацию и приступили к разработке мер, которые помогут избежать повторения подобной трагедии. Слушать о том, что произошло и принять те меры, которые необходимы для того, чтобы такие случаи дальше у нас в городе Сургуте не повторялись. Максимально это связано со многими направлениями. Все специалисты, которые присутствуют здесь, мне сегодня доложат. После этого мы выпустим соответствующие распределительные документы по администрации. Представители ГИБДД на совещании заявили о росте аварийности. С начала этого года в городе произошло 5 ДТП, в которых пятеро несовершеннолетних пешеходов пострадали. Один погиб. Растет число аварий, где травму получают дети-пассажиры. Уже зафиксировано 7 таких случаев. Семеро ребят отправились на больничную койку. Все ДТП, в том числе и на пешеходных переходах и с участием водителей, все совершили поведение водителей транспортных средств. После наезда на нерегулированных пешеходных переходах. И как данный случай, это еще следствие будет устанавливать. И, значит, по детей-пассажиров, это тоже вина водителей. Это отсутствие детских крейсов в основном. Либо нарушение иных правил движения, маневрирование, перестроение проезда, включая 16-й ход. Итогом заседания стало решение рекомендовать коммунальщикам проводить уборку территории, вывоз мусора и другие работы, связанные с привлечением тяжелой техники в любое время, кроме утреннего часа пик с 7 до 9 утра. В ближайшие дни администрация проведет совещание с управляющими компаниями Сургута. Чиновники намерены рекомендовать им и их подрядчикам закупать современную технику, на которой установлены зеркала, позволяющие видеть мертвые зоны автомобиля. Департаменты образования и городского хозяйства на телевидении и в социальных сетях займутся пропагандой правильного поведения на улицах, а также темой взаимоуважения пешеходов и водителей. Кроме того, чиновникам рекомендовано еще раз обратить внимание на программу «Безопасный путь в школу и домой» и при необходимости скорректировать и актуализировать ее. Все, что необходимо будет нам для того, чтобы обеспечить те мероприятия, потребуют каких-то, наверное, денежных средств, на ближайшей бюджетной комиссии администрации города совместно с Думой и с депутатами города Сургута мы обязательно рассмотрим и примем какие-то меры для того, чтобы обеспечить финансирование данных мероприятий.